Очень часто можно слышать вопросы о том, будет ли закончено строительство Керченского моста. Мне кажется, что вероятность окончания строительных работ очень высока. И не потому, что это как-то выгодно России или потому, что обещали каким-то там крымчанам. Российские власти это совершенно не волнуют. Причина лежит совершенно в другой плоскости. Первая причина окончания строительства Керченского моста, на мой взгляд, это показатель эффективности президента России. Самый главный момент. В следующем году он снова выдвигается на пост президента и было бы неплохо показать, чего же он добился. Второй момент. Окупанты рассматривают этот мост только с одной точки зрения, как стратегический объект. Ту военную группировку, которую они создали, которая находится на полуострове, необходимо продолжать развивать. Она требует определенной инфраструктуры и, конечно, обеспечения. Обеспечить в необходимом объеме и ассортименте военные группировки только морем невозможно, поэтому необходимы еще и самолеты, автомобили и железнодорожный транспорт. Для достижения именно этой цели они будут делать все, чтобы этот мост достроить. Как говорил недавно Игорь Гиркин-Стрелков, чем он пугает, собственно говоря, россиян, что если сольют Малороссию, Новороссию или как там Донбасс, то следующим шагом ВСУ будет Крым. Именно этого больше всего боятся россияне. И поэтому еще в 2016 году была свернута куча инфраструктурных проектов по всей территории Российской Федерации для того, чтобы высвободить ресурсы и бросить их на строительство Керченского моста. Экономики никакой в Керченском мосту нет. Все эти лозунги – самые настоящие сказки, ложь и обман. Когда мост построят, увеличится пассажиропоток, подешевеют товары в Крыму, вы в это верите, ничего подобного не будет, потому что объект сам по себе очень дорогой и будет постоянно оттягивать часть средств на свое содержание. Это постоянное дежурство в зимнее время как минимум двух ледоколов, потому что Керченский пролив имеет свойство замерзать, а значит ледяные торосы могут снести опоры моста. Ледоколы должны постоянно работать вокруг моста, чтобы этого не случилось. Ветры, влажность, причем влажность морского воздуха, который разъедает металлоконструкции, они тоже будут требовать постоянного отслеживания, поддерживания в рабочем состоянии, мелких ремонтов и так далее. Мосты – очень дорогое удовольствие. На содержание их в других странах уходит большое количество денег, при условии, что мосты постоянно используются. Будет ли так интенсивно использоваться Керченский мост? Вопрос открытый. Скорее всего, нет. Поэтому Керченский мост не только дорог при строительстве, но он и дорог при дальнейшем его использовании. Поэтому, когда в российском телевидении рассказывают, что это экономически выгодный проект, это все ерунда. Никакой экономики там нет. Объема интенсивности перевозки грузов товарного характера не обеспечат те затраты, которые необходимо будет нести расти на содержание моста. На поддержание всей инфраструктуры. Поэтому вывод здесь только один – это стратегический объект для обеспечения военной группировки. Вывод лично мой такой – как только строительство Керченского моста закончится, Владимир Путин сольет ДНР и ЛНР, отдаст все в руки украинских властей, выведет своих «их там нет» и закроет эту страницу. При этом укрепив как можно сильнее свое детище Крым. Но если мы посмотрим немножко вперед на 5-10 лет, то мы понимаем, что это все бесполезно. Санкции, слава богу, продолжаются. Запад поддерживает Украину как может. Другими словами, какой бы президент ни пришел после Владимира Путина, ему так или иначе придется решать вопрос с Крымом и, скорее всего, в пользу Украины. Украина выигрывает во всех отношениях. Если Крым вернут Украине, то это будет обозначать моральную победу, выполнение обещаний президента, каким бы на тот момент не был президент, и восстановление статуса КВО. Если Крым не вернут, то украинские власти будут требовать материальной компенсации, и она будет очень и очень большая. К строительству этого моста россиянам придется еще очень много лет платить за Крым. Бесконечно долго. Я думаю, что следующий здравомыслящий президент после Путина, когда ему будут положены бумаги на стол, взвесит все и решит Крым отдать. Не могут же они бесконечно находиться под санкциями. Поэтому я абсолютно уверен, как только уйдет Путин, уйдет и проблема в кавычках крымского полуострова. Он так или иначе будет возвращен Украине. По логике другого пути быть не может. Я не вижу вообще никакой возможности оставить навсегда у себя этот полуостров, потому что благодаря санкциям Запада, слава богу, Запад поддерживает Украину как может в этом смысле, они находятся в тупике до тех пор, пока Крым принадлежит России, и санкции существуют, а значит проблемы в России будут нарастать. Поэтому украинцам нужно всего лишь набраться терпения. Рано или поздно полуостров вернется. При этом мы все еще будем наблюдать, как по российскому телевидению начнется новая волна пропаганды о том, что якобы как ездили отдыхать, так и будем, какая разница кому принадлежит полуостров, нам ли, либо братьям нашим украинским. Я думаю, что большинство россиян это прекрасно понимают и знают, что вся эта афера с Крымом недолгосрочна. Рано или поздно им придется смириться с тем, что Крым не ваш. Он не был вашим. Как вы это говорите, он не был вашим исторически. В России большую часть своей истории Крым принадлежал Османской империи, а до этого грекам и еще до этого болгарам. Он также принадлежал татарам во время монгольского ига. Там находилась одна из ставок татарского хана. Но России он принадлежал совсем недолго по историческим меркам. То, что сейчас Россия говорит беспрерывно о неком подарке Хрущева Украины – совершенный бред. Хрущев не был дураком. Он, кстати, был крепким хозяйственником. То, что Крым приписали Украинской Советской Республике, имело чисто экономические выгоды. Поэтому нужно спокойно и с улыбкой наблюдать за строительством Керченского моста. Россияне, а точнее Владимир Путин и его близкий друг Ротенберг просто зарывают деньги в землю. Вернее, выбрасывают их в море. Мелеет карман россиян. В конце концов, они сами создали себе эту проблему на пустом месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова